Здравствуйте, Алексей! Это видео про ваши одуванчики. Сейчас я вам все покажу, как они запрограммированы. Вот первый одуванчик для Helios 81N на моем тестовом объективе. Я запрограммировал фокусное расстояние 50 мм и диафрагмы от 2 до 32. Почему до 32 вы увидите из таблицы поправок и из моего видео по установке одуванчика. Одуванчик полностью подготовлен к наклейке, подпилен в нужном месте, подписан. Второй одуванчик для Colinar 5N. Также смотрите таблицу поправок. Таблица не догма, вы в принципе можете экспериментировать. Здесь фокусное расстояние запрограммировано 100 мм и диафрагмы от 2,8 до 45. Тоже сможете поэкспериментировать, перепрограммировать. В принципе ничего сложного в этом нет. Его я тоже сейчас, после того как сделаю видео, наклею на двухсторонний скотч, на который вы первоначально установите, чтобы не ошибиться. И третий одуванчик для наклейки на КПАН для вашего ТАИР-11А. Вот он уже на полочке. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, переходничок КПАН. Сначала вы прикладываете, ориентируя средний контакт одуванчика на красную точку, на полочку, и отмечаете границы полочки. Вот у него они отмечены. Убираете черную краску. И первоначально, опять же, чтобы не ошибиться, наклеиваете на двухсторонний скотч. Кусочек точно такого же скотча. Вот я вам высылаю вместе с одуванчиком. И вот я вам сейчас продемонстрирую. После того, как вы убедитесь, что камера показывает диафрагмы, то есть всю операцию по наклейке на КПАН делаете отдельно от объектива, то есть на снятом КПАН. Только после того, как вы убедитесь, что камера показывает диафрагму, здесь фокусное расстояние запрограммировано 135 мм, диафрагма от 2,8 до 22. Чуть-чуть пропал контакт. Короче говоря, тут все предельно понятно. Вот, средний контакт одуванчика ориентирован на красную точечку. Вставили, убедились, что диафрагму показывают. Сняли переходничок с одуванчиком, аккуратненько убрали его с двухстороннего скотча, убрали остатки скотча, если оно приклеилось к самой полочке, или убрали остатки скотча с переходничка, обезжирили поверхность, то есть зачистите от остатков клея, который был на скотче, обезжирили поверхность, нанесли клей с помощью зубочистки, ни в коем случае не наливайте клей при наклейке на байонет из тюбика, вот в комплекте здесь зубочистка лежит, клея нужно совсем немного. И приложили уже одуванчик с полочкой на клей. Дождались, когда высохнет, и можно пользоваться. Обращайтесь с одуванчиками очень аккуратно, и они прослужат вам очень долго. Будут вопросы, пишите, обращайтесь. Сейчас я все это упакую и отправлю вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание. Спасибо за внимание.